Программа школьных обменов в России практикуется уже не первый год. Воткинск не стал исключением. Об очередной делегации школьников из Германии в наш город расскажем в следующем сюжете. Путешествовать, учиться и узнавать культуру других стран современным школьникам во всем мире помогают программы школьных обменов. С очередным визитом в школу номер 10 прибыли ребята из Германии, из города Гейдельберг. Мне нравится снег и школа. С кем-то познакомился? С ребятами нашими? Будете дальнейше поддерживать переписку в соцсетях или созваниваться? Вообще, есть желание с нашими ребятами дружить? Да, я... Крепосправа, я бы сказала, что у людей очень открыто, и это очень позитивно. Очень милые люди, и привлекают к себе, к своей теплотой, своим дружелюбием, говорят очень мягко, нежно. Для ребят, изучающих русский язык с первого класса, очень важна практика общения, где можно укунуться в культуру другой страны, пообщаться с местными жителями, улучшить уровень владения иностранным языком. Изучение русских традиций, знакомство, естественно, с нашим городом поближе, ну и повышение уровня русского языка с их стороны, и с нашей стороны повышение уровня немецкого языка. Нам тоже очень не хватает практики именно учеников. Ребят радушно приняли водкинские семьи. Зарубежные школьники пробудут в водкинске до 27 февраля. И уже в ноябре водкинские школьники поедут в Германию с ответным визитом. Зам. Я очень многое. Здесь я замечу, что ученики, ученики, ученики и ученики, и в других странах тоже важно. Но здесь выходит очень много дисциплина, ученики, ученики и ученики. И это очень хорошо. И если это так дальше, потому что у меня еще есть вещи, которые можно улучшить, как английские знания или общие знания, Она считает, что русское образование очень сильное, потому что здесь на уроках хорошая дисциплина, требовательные учителя. В других странах не так. И поэтому, если в России будет дальше так, то будущее за Россией остается. Идеей возродить традиции клубов интернациональной дружбы пришла преподавателю немецкого языка школы номер 10 Татьяне Воронцовой, которая надеется, что данный проект будет жить и найдет свое продолжение. Они очень стараются, очень стараются. Девочка одна по-русски говорит, родом она из Иркутска, ее родители живут в Германии. Одна девочка из Сербии, она тоже по-русски хорошо говорит. Ну и мальчики тоже достаточно стараются, очень стараются говорить на русском языке, что понятно, очень нам приятно. Елена Рудакова, Дмитрий Наговицын, Водкинске.